Практическая психология Договор, когда мы говорим о любви. О чём это вы? Вот хочется начать с юридического момента. Вообще, эта практика пришла с Запада? Да, абсолютно верно. Эта практика пришла с Запада и не так давно, и поэтому брачный договор для нашего общества пока ещё до сих пор остаётся признаком меркантильности и расчёта. И это очень зря. И очень зря. А вот сейчас мы попробуем разобраться, почему зря. Ирина, с точки зрения психологии, как вы думаете, брачный договор каким образом может повлиять на отношения между мужчиной и женщиной? Ну, наверное, раз так брачный договор у нас пришёл с Запада, то надо понимать, что там семейные отношения создают в достаточно зрелом возрасте уже люди, осознанные, зрелые, взрослые такие люди, в психологическом смысле взрослые. А у нас всё-таки ещё возраст вступления достаточно юный в этом отношении. И, конечно, он приравнивается практически как синоним становится. Да, это развод, это что вы, что вы там, да, это как-то обесценивание, недоверие идёт какое-то. Да, моих чувств, я аж люблю, я аж по любви. Вот. И достаточно, когда на начальном этапе вступления в отношения, мы можем, конечно, об этом даже и прямо оскорбиться. Да, да. Оскорбиться, обидеться. Вот смотрите, студенты там, да, вот они влюбились, у них ещё там гормоны играют. У них гормоны, флюиды, там страсть ещё, как правило, вот на этой волне физиологии у нас случаются вот такие моменты браки. Да. И тут кто-то, одна из сторон говорит, так, стоп, любовь любовью, а давайте-ка мы сейчас с вами обговорим наши отношения. Причём, вот смотрите, я правильно ли понимаю, что в нашей стране в брачном договоре можно только какие-то материальные вопросы обговорить? Абсолютно верно. Никаких личных отношений урегулировано брачным договором быть не может. Исключительно имущественные вопросы. Ну вот, например, опять-таки правильно, да, Ирина сказала, что когда люди вступают в зрелом возрасте в брак, то там уже есть что регулировать. А когда, например, совсем вот ребятки-студенты, вот в этом вопросе как можно что-то проговорить? И вообще необходим ли в этом возрасте этот брачный договор? Если с точки зрения психологии брать? Если с точки зрения психологии, то, конечно, лучше, наверное, первое время пожить, да, и посмотреть. И мы понимаем, например, да, к чему мы приходим. А если с точки зрения какой-то профилактики, да, вот, или, например, внедрения, да, как-то вот, чтобы вот у нас брачный контракт в России тоже имел место быть, и наравне с какими-то моментами, то мы можем очень спокойно с хорошими специалистами, да, поговорить на эту тему очень аккуратно, да, и бережно. Потому что у нас есть ожидания перед вступлением в брак, и у нас есть реальность, да, когда мы сталкиваемся с какими-то моментами. И, например, вот девушка, выходя замуж, у неё есть определённые ожидания, что вот молодой человек будет ей приносить зарплату 200 тысяч рублей. А он начинающий специалист, врач, там, допустим, не знаю, педагог, кто угодно, и он таких себе средств позволить не может, да, и вот возникают моменты, вот её ожидания, да, и вот она реальность. И тогда момент у нас возникает по поводу того, что тут в плане обсуждения именно, а что у нас за финансы, да, это к вопросу мы подходим финансовой грамотности тоже, которая в нашей стране, она, собственно говоря, только в зачаточном таком состоянии. То есть такое ощущение, что общество наше только-только начинает развиваться, да. Да, и вот тут моменты такие могут быть, опять же, с точки зрения границ семьи, да, то, что вот жена, например, считает, что семья – это муж, жена и дети. А у мужа другие понятия, то есть там какие-то близкие родственники подключаются, да, там, сёстры, братья и дети. Ну, например, да, все квартиры, которые мы будем покупать, там, да, и машину, у нас будут переписаны на всегда маму мужа, к примеру, или там на маму жены, да, то есть вы про это сейчас говорите. Нет, я даже сейчас не про это, а про то, какую сумму мы можем себе позволить тратить, допустим, да, помимо подарков, да, вот есть определенные подарки по поводу каким-то, да, праздникам, дням рождения. А есть ещё такие моменты всплывают, начинают в отношениях, когда вдруг мы подарили какую-то путёвку, ну, разово, допустим, была какая-то акция, а там начинают аппетиты расти, то есть, ага, значит, могут там позволить себе купить путёвку нам, не попросить ли у них квартиру, строительство дома, там, например. Вот тут уже моменты действительно такие серьёзные идут для обсуждения, и с человеческой точки зрения, да, можно понять, например, да, человека, когда, ну, это ж мой, там, моя сестра, мой брат, там, допустим, мама, папа, а вот у нас... А муж думает, да, а почему ты эти подарки делаешь своим родственникам, да, мы же с тобой семья. Да, а у нас семья вот эта, например, да, и вот хотелось бы, наверное, вот в брачный контракт вот этот момент тоже прописывать, как вариант, ну, это ж про финансы, вот раз у нас финансовая сторона идёт, то, соответственно, вот этот пункт вот очень бы хотелось, наверное, иметь в виду. А, Анна, вот вы считаете, в каком возрасте, когда, когда создаётся семья, вначале нужно брачный договор заключать, или же его можно заключить вообще на любом этапе семейных отношений? Можно на любом этапе, можно. Можно заключить брачный договор и до вступления в брак, и в таком случае он вступит в силу с момента регистрации брака, его можно заключить и в браке, причём абсолютно в любой момент, даже, в общем-то, в момент, когда супруги уже на пороге развода, даже тогда, когда заявление о разводе уже подано. То есть пока брак не прекращён, допустимо заключать брачный договор. Но вопрос, я так поняла, здесь не в том, когда можно, а когда нужно. Когда нужно, да, давайте вот с этим разберёмся. Вы знаете, моё безусловное мнение, что брачный договор необходимо заключать ещё до вступления в брак, и даже когда в брак вступают молодые люди, вот эта вот вся история про то, что, ну, можно, может быть, немножечко пожить, присмотреться. Вы знаете, в настоящее время практика показывает, что молодые люди очень быстро женятся, очень быстро разводятся. И при этом за то время, когда они находятся в браке, всё равно какое-то имущество они приобретают. Им дарят на свадьбу квартиры, машины, какие-то дорогостоящие предметы техники. И вот это вот всё, да, потом оказывается предметом дележа, да, предметом, причём предметом достаточно жёсткого дележа, поскольку вот эта вот очень быстрая, яркая любовь, она моментально превращается просто в дикую ненависть. И как раз брачный договор в этих случаях помог бы молодым людям расстаться безболезненно. То есть мы, получается, с помощью этого брачного договора делим вот это наше с тобой отношение, вот это отдельная корзина, да, где мы там с тобой друг друга любим, обожествляем, там, не знаю, там, занимаемся сексом, да, и строим какие-то планы, и даже рожаем детей, если вдруг этого решили, да. Абсолютно верно. А вот вся материальная составляющая у нас сейчас заранее на ещё момент отплытия, как говорится, да, вот этого корабля, обговорена, и не мешает нашим с тобой отношениям никоим образом. Абсолютно верно. Вы понимаете, разумность и рациональный подход, на самом деле, это не меркантильность, это не расчёт, это разумность и рациональный подход к семейным отношениям. И это как раз, мне кажется, абсолютно естественная история в брачно-семейных отношениях. Ирина, вот хотелось бы проговорить такой момент. Знаю, что, например, на Западе можно обговорить не только имущественные вопросы, но и тему измены. Аня, у нас никак это нельзя, да? Нет, абсолютно такие положения брачного договора признаются недействительными. То есть есть даже в Российской Федерации такая судебная практика, когда брачным договором было предусмотрено условие, что в случае измены одного из супругов всё имущество переходит к другому. Так вот, дело дошло до Верховного суда. Верховный суд сказал, что такое условие, оно недопустимо в российских брачных договорах. Как брачный договор может повлиять на ваш взгляд, на отношения, на укрепление отношений? Вот как раз это тот момент, когда можно, например, даже, ну, так как мы берём Россию, это финансы и имущественные моменты, да, а, например, ну, придите вы к специалисту какому-то и обсудите, это просто будет ещё один момент, когда вы садитесь рядом и смотрите ваши интересы, взгляды на жизнь, да, и в том числе на совместную жизнь. Как вы видите, те или иные моменты, которые они в течение жизни, они же могут прям корректироваться по ходу, изменяться, меняться, и вот тут момент такой может возникнуть, как раз-таки, когда мы можем обговорить сроки брачного договора и внесение каких-то изменений, как часто мы будем эти изменения вносить, да, и насколько, и какие именно, когда вот мы раз, вроде бы думали об одном, стали жить, у нас что-то пошло не так. Так, оказывается, это по-другому работа, да, и вполне возможно, что мы можем вот эти как раз изменения внести. Да, и корректировать этот брачный договор. И, конечно, например, когда есть такие вот, к сожалению, что вот в брачный договор нельзя включать вот эти личностные взаимоотношения, надо бы было такой момент тоже хотя бы даже проговорить, а иногда и прописать действительно для себя хотя бы как вариант, да, по поводу того, что, а как я действительно измену, что для меня измена, а что для моего партнёра измена, потому что вот буквально недавно разговор зашёл, и для кого-то лайки – это уже измена, да, и угроза. Угроза отношениям. Отношениям. И жена вдруг говорит о том, что, например, вот если мой муж вступает в интимные отношения с другой женщиной, я не считаю это изменой. То есть для неё вот это совершенно, и вот, понимаете, кому-то лайки страшно, а кому-то вот интимные отношения уже ни о чём, да. Вот, Аня, приведите, вы мне писали тогда, да, приведите пример, например, на Западе Билл Гейтс. Ну, например, да, Билл Гейтс предусмотрел в своём брачном договоре возможность для себя измены один раз в год. Так, ага. А, к примеру, Кэтрин Зетта-Джонс и Майкл Дуглас оценили измену в 5 миллионов долларов. То есть если ты хочешь, дорогая, мне измениться, плати мне 5 миллионов, переведите. Абсолютно верно. Это платная опция. Да, как вариант, можно, да, в наш брачный договор финансовую сторону с этой дочерью. То есть получается, что, в принципе, люди готовы договариваться, идти на какие-то компромиссы. Но твой поступок, который мне делает больно, да, он будет иметь определённую там цену, к примеру, да. Совершенно верно. Консультация, да, было бы неплохо дойти до психолога, да, с которым как раз вы, как вы и говорите, разобраться. Вот это добрачное консультирование сейчас, оно набирает свой такой ход, потому что люди, которые окрылённые сейчас любовью, гормонами, радости и всего остального, да, страсти, они не всегда интересуются вообще жизненными ценностями друг друга. Это точно. То есть на чём твоя, в чём твоя соль, в чём твоя суть, да, как ты хочешь, чтобы мы с тобой жили вместе долго и счастливо. И вообще, долго ли счастливо ты собираешься со мной быть, да. Я вот, например, помню, когда я выходила замуж, и меня спросили, надолго ли ты, у меня был ответ, ой, как только так сразу, как только так сразу, да. То есть, ну, потому что я, например, считала, что девочка один раз замуж, то всё равно тут должна выйти, а там дальше разберёмся. Да, кто-то считает, что они жили долго и счастливо, да, три года счастливо и 57 лет долго, да. Долго, да. Вот, и получатся, например, даже те же моменты, а как мы будем отдыхать, например, да, совместный отдых, раздельный отдых, или, например, ему надо в горы с рюкзаком, там, с палаткой, а я и на Сейшелу, или наоборот. Или просто, да, в ванной, чашечкой кофе, да. Да, 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 то есть тут тоже такие нюансы, и как часто мы, например, те же моменты, как мы будем, например, финансы наши расходовать, ведь кто-то занимается экстремальными видами спорта и какими-то такими серьёзными, для кого-то там собака какая-то, да, выставочный вариант, и сколько затрат она понесёт. И опять, обязан ли я, вот, партнёр, любить эту собаку, например, да, вот такие моменты. Ну, это опять же всё то, что только проговариваться. Да, то, что проговариваться будет. Ну, вот смотрите, опять-таки, да, получается, что если, например, моё хобби занимает очень много денежных средств, да, то это вопрос, это наши денежные средства или это твои денежные средства? Вот это же тоже уже повод для конфликта в семье. Абсолютно верно. И вот, что касается этой ситуации, брачный договор, он предусматривает не твою обязанность любить мою собаку, да, а вопрос расходования денежных средств, пожалуйста. То есть в брачном договоре можно абсолютно спокойно, кроме определения судьбы, да, какого-то недвижимого, движимого имущества, прописать порядок несения расходов и порядок участия супругов в общих доходах, пожалуйста. То есть... А приведите прямо примеры. Ну, к примеру, если, допустим, супруга зарабатывает немного, работает секретарём, а супруг, наоборот, директор компании, и, соответственно, его доходы намного выше, чем у неё. То есть супруги в этом случае прописывают, что они имеют право на половину общего дохода семьи. То есть когда складывают супруг какую-то часть, да? Да, абсолютно верно. Это всё делится на две части. Тебе 50%, мне 50%, вне 50%, вне зависимости от того, кто сколько зарабатывает. Ну, обратная ситуация с расходами, да. То есть если супруги зарабатывают неравномерно, они могут прописать в брачном договоре, что они и расходы, семейные расходы несут также неравномерно. Это может быть порядок несения расходов в долях, в процентах, либо несение семейных расходов может быть возложено полностью на одного супруга. То есть это абсолютно каждый раз уникальная ситуация, и всё это возможно прописать в брачном договоре, причём так детально, как это требует конкретная семейная пара. Вот в этой ситуации каким образом интересы детей учитываются? Смотрите, ситуация с детьми следующая. Семейный кодекс, точно так же, как и с личными отношениями, по большому счёту запрещает регулировать брачным договором права и обязанности родителей по отношению к детям. Единственное, что мы в брачном договоре можем прописать, это обязанность несения расходов на образование детей, на нахождение их в различных воспитательных, образовательных организациях, на отдыхе и так далее. Но что касается вопросов порядка общения с детьми, их содержания, это вопросы, которые регулируются отдельными соглашениями. То есть к брачному договору могут быть составлены ещё соглашения, которые как раз все эти вопросы и могут нам с вами... Абсолютно верно, абсолютно верно. Точно так же это соглашение, как и брачный договор удостоверяется нотариально. А что это за соглашение, как они будут называться? Соглашение об установлении места жительства ребёнка. То есть это можно не через суды делать, например? Абсолютно верно. Суды, я всегда говорю своим доверителям, что это очень долго и очень дорого. В судах выигрывают только адвокаты. А супруги, конечно же, тратят очень много нервных клеток и денег на суды. Поэтому я всегда рекомендую использовать возможность договориться и эти договорённости закрепить нотариальными соглашениями. Соглашением об определении места жительства ребёнка, об определении порядка исполнения родительских обязанностей и элемент на соглашение. Это всё прекрасно работает. То есть вот все эти соглашения, которые заключены в браке, как часто бывают потом оспорены? Что касается брачного договора, возможно ли его оспорить? Безусловно. Брачный договор – это сделка. И как любая сделка, она, конечно же, может оспорена быть. Как по общим основаниям, предусмотренным гражданским кодексом, так и в связи с особенным таким основанием, предусмотренным семейным кодексом, в связи с тем, что брачный договор ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. А как сделать так, чтобы брачный договор не поставил? Чтобы брачный договор не поставить по этой причине под удар, нужно помнить, что если вы брачным договором предусматриваете одному супругу всё, а второму абсолютно ничего, то это прямой путь признания брачного договора недействительным. То есть 100%. Неравноценный раздел, когда, допустим, супругу остаётся квартира, второму супругу машина и гараж, вопросов к такому разделу у суда не возникнет. Верховный суд уже давно сказал, что неравноценный раздел не является основанием для признания брачного договора недействительным. То есть только вот этот момент необходимо соблюдать. Ну и, соответственно, заключая брачный договор, супруги должны быть диспособны, то есть никто не должен находиться в каком-то болезненном состоянии. И этот брачный договор опять же не должен предусматривать никаких условий, которые бы ограничивали приспособность супругов. То есть вот эти все моменты, они ставят договор под сомнение. Если всё это соблюсти, то брачный договор будет прекрасно работать и выполнять свои функции. Спасибо большое, Аня. Ирина, вот сейчас слушаем внимательно Анну. Я поймала тебя на мысли, что очень многие слушатели скажут, ну нет, в нашей стране такое не будет, не приживётся. Потому что у нас определённый такой патриархальный устой, где есть определённые взгляды на всё происходящее, где женщина вроде бы как всегда должна быть, вот ну сколько тебе дадут, столько и возьми. Или там если тебе ничего не дали, то иди и заработай сама. Вот с точки зрения психологии, как вы думаете, сколько должно пройти ещё времени, чтобы наконец-то мы вырастили с вами поколение людей, которые понимают, что с психологической точки зрения брачный договор – это норма, и это решение очень многих психологических, прежде всего, проблем в семье. Но я думаю, что как раз-таки время ещё пройдёт достаточно много, с одной стороны. С другой стороны, мы хотя бы можем к этому как-то постепенно людей готовить. И начинать проговаривать хотя бы элементарные вещи, учить проговаривать и договариваться между собой, и смотреть ещё на отношения с разных сторон. Ну прописать прям даже вот просто даже для себя, да, как мы видим. Потому что ведь те же финансы, да, они в течение жизни могут вдруг взлететь неожиданно, да. У кого-то из одного, как вариант, да. И не этот партнёр, который получил, допустим, там, высокую должность, положение очень быстро, и не партнёрши рядом с ним, они оказываются к этому не готовы. Вот они опять же мечтали-мечтали, да, и вот когда они это получили, вдруг получается так, что ни тот, ни другой психологически оказались не готовы к принятию таких моментов. Потому что сразу там у мужчины, к примеру, да, у него сразу какие-то привилегии появляются, если это мужчина, например, да. Вот. Точно так же, как у женщины, например, да. У нас ещё в нашей стране такой момент есть, да, по гендерному признаку мы выделяем, да, что вот женщине очень сложно идти по карьерной лестнице, занимать какие-то посты и положения, даже та же зарплата за один и тот же труд у нас оценивается, но это не только в нашей, кстати, стране. Это вообще практически во всём мире на 30-35% дешевле. Если работая в одной организации, там, допустим, начальник, ну, директор компании мужчина, и вдруг там два человека оказываются, ну, равными, в принципе, по интеллектуальным каким-то возможностям, профессиональным, то этот же директор будет рассматривать мужскую кандидатуру, да, на повышение какое-то в первую очередь. Потому что это так почему-то у нас пока принято, да, что вот есть определённые гендерные моменты, на которые мы, ну, скажем так, наше общество настроено, да, ориентируется. И вот в этом плане, да, и точно так же доходы в семье могут резко упасть вдруг неожиданно, да, с потерей работы это связано, да, и вот эти моменты. Хотелось бы тоже проговаривать и урегулировать, вот как раз-таки, включая вот этот пункт, да, который, как мы, насколько мы можем вносить изменения, как часто, да, в брачный договор, и как мы будем поступать в такой ситуации, когда у нас доходы увеличились, если доходы уменьшились, например, да, в ту и в другую сторону. Вот, поэтому тут такие моменты тоже могут возникать, и которые спорные, которые тоже надо обговаривать. Предлагаю поговорить о любви. Да. Предлагаю поговорить о любви и про то, что, когда определены все материальные стороны, то как вот, Аня, вы с точки зрения женщины, да, считаете, как это улучшает эмоциональную атмосферу в семье? Вы знаете, и с точки зрения женщины, и с точки зрения практикующего юриста, которому практически ежедневно приходят семьи на консультацию, я скажу, что брачный договор при его наличии, да, когда что-то в семье идет не так, когда дело идет к разводу, брачный договор дает возможность супругам сосредоточиться на восстановлении отношений, а не на том, чтобы воевать за имущество. Поэтому очень много было у меня в практике ситуаций, когда супруги на этапе расторжения брака заключали, не без моей помощи, брачный договор. И брак не расторгали. И со временем писали, звонили мне, Анна, мы вас очень благодарим, мы раздумали разводиться, у нас все хорошо. То есть они поставили все точки над «и». решили все свои страхи, предубеждения, какие-то внешние... Камни преткновения, да, от которых годами запинались, и казалось, что вот ты сейчас там в случае чего-то... Да, тем более, вы смотрите, на нас же очень в настоящее время действуют средства массовой информации. То есть кругом из каждого утюга мы слышим эти истории скандальных разводов, да, когда кто-то у кого-то что-то отжал. Вот эти вот безумные судебные разбирательства. И люди боятся, да, боятся они каждый раз, по утрам вставая, думают... А вдруг это случится со мной, да? А вдруг это случится со мной, что я буду делать? Я вот здесь не подстрахована, здесь вот у нас все не определено. И брачный договор просто отлично снимает все эти проблемы. Вот смотрите, у нас же еще такой момент очень важный, да, что некоторые мужчины, например, ну, я не буду опять... И женщины некоторые, да, также утверждают, что вообще квартирный вопрос. Кому-то некуда уйти, да, или там кто-то живет со мной из-за того, что там у меня есть там деньги, к примеру, да. И вот благодаря брачному договору мы можем прямо определить, да, что ты вообще живешь со мной из-за чего. Да, у меня был в практике случай, когда за консультацией обратился достаточно состоятельный мужчина, уже мужчина в возрасте, он вступал во второй брак с молодой женщиной, и его желание было таково составить брачный договор, в котором предусмотреть, во-первых, передачу своей супруги, молодой супруги определенного личного имущества, да, которое у него, естественно, в наличии имелось уже на момент заключения брака. Кроме того, он просил прописать в брачном договоре очень значительную компенсацию супруге в случае развода. И, смотрите, его мотивом была одна мысль. Я не хочу, чтобы эта женщина со мной жила из-за денег. Я готов ей все дать. Если она почувствует, что я не тот мужчина, с которым ей хочется провести всю жизнь, она вольна уйти, и она будет полностью обеспечена. Это про любовь. Это вот про любовь, да. Это абсолютно про любовь. Хотя вроде бы начиналось с чего? С имущественных отношений, да? Абсолютно верно. Вот давайте сейчас еще немного вернемся к молодым людям, к студентам, которые, как говорится, каждый из них гол, как сокол. Но когда мы выбираем себе партнера, мы прежде всего выбираем перспективу. Я вижу в тебе какую-то перспективу. Я очень хочу быть, когда ты будешь успешен, когда у тебя все получится быть рядом с тобой. Но чаще всего именно такой посыл я слышу от девочек и от мужчин. Мужчина говорит, да, да что, я за ней буду как-то каменной стеной. То есть у каждого свои определенные интересы. Вот сейчас еще и делить нечего, сейчас еще и, как говорится, ничего не нажили, да? Но даже вот в этом периоде они могут уже проговорить, что если... Абсолютно верно, да. Брачный договор темы хорош, что он может предусмотреть возможность определения режима имущества, которое только еще будет приобретено. Да, то есть если соглашение разделяя имущество между супругами, оно возможно только тогда, когда уже что-то есть и делится конкретно имуществом. То брачный договор, пожалуйста, мы определяем судьбу будущего имущества. И смотрите, какая история. Обычно супруги прописывают, брачники, что то имущество, которое будет зарегистрировано на супруга, будет ему и принадлежать. И когда люди находятся в браке, когда у них все хорошо, они на берегу спокойно смогут договариваться каждый раз, на кого регистрировать то или иное имущество. Почему нет? И заодно сразу же можно посмотреть, насколько я готов отстаивать свои интересы, свои границы. Это тоже хорошая такая практика. Когда мы, Ирина, когда мы определяемся, что я по уши влюблена в этого человека, я прямо не могу без него, и мы сталкиваемся с этой определенной жертвенностью, то как с точки зрения психологии можно прямо на этом же самом же этапе спрогнозировать развитие этих семейных отношений? То есть это тоже вовремя можно остановиться и сказать, так, погодите, давайте вот тут сейчас без этих цирковых представлений, давайте будем реально смотреть на нашу происходящую жизнь. Это как-то уже был пример такой, в порыве чувств, любви какой-то романтической. Молодой человек приносит 101 розу, дарит ей, вручат, а потом они сидят две недели на дошираке. В общем, это опять еще такая проверка, да. А вот опять момент, да, вот как мы будем опять же, вот эти же совместные семейные средства, даже еще на тот момент, может быть, и не семейные, сколько мы можем потратить на те же подарки, на какие-то сюрпризы друг другу? И устроит ли меня это, да? Это опять проверка, да, тут, да, может быть, в качестве проверки того и другого супруга. А что это за реакция? И куда мы потом подадимся адекватно? Хорошо. Ну и в завершении прямо, мы ведь не только про имущество и про любовь говорим, да, но иногда у нас в семейных отношениях возникают долги. Брачный договор может прописать и эти вопросы? Обязательно. И даже ради этого, мне кажется, брачный договор в настоящее время необходимо заключать. Посмотрите, сейчас же все в ипотеках, все приобретают недвижимость в кредит, машины, телефоны. И по общему правилу долги супругов являются общими долгами. И очень много в судах разбирательств, когда супруги делят эти долги. Это очень неприятно, да, когда жена вдруг узнает, что на мужу уже миллион долга, и ей приходится доказывать, что эти деньги не были потрачены на нужды семьи. И это прекрасно, если удается выяснить в суде, что деньги потрачены на любовницу. Но не всегда так бывает. Поэтому, конечно, брачный договор – это возможность сразу же определиться, кто выплачивает долги. Это своего рода еще такая страховка, да, от неожиданных сюрпризов. Да, это про безопасность. И, кстати говоря, что касается семейных пар, где кто-то из супругов является предпринимателем, брачный договор просто показан 100%. Потому что, во-первых, ну, это, так скажем, развязывает руки для предпринимателя. Он может каждый раз не выспрашивать согласие у супруги на продажу долей, к примеру, да, в юридическом лице. Кроме того, брачный договор в данном случае защищает супруга, да, который не занимается предпринимательством, от претензий кредиторов, того супруга, который как раз бизнесом занимается. Отлично. И тут нужно иметь в виду, что когда мечи банкротства над супругом повис, брачный договор заключать уже поздно. Кредиторы абсолютно спокойно признают его недействительным, вернут все семейное имущество в конкурсную массу, и защитить семейные активы вот в таком случае уже не получится. Спасибо большое. Программа сегодня получилась очень интересная и очень познавательная. У меня в гостях Анна Боробякова, адвокат, и Ирина Макина, психолог-сексолог. До новых встреч. Я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся, дабы обсудить вновь интересные стороны семейной жизни. Спасибо. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, счастья и благополучия. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...